Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжаем утро на Болткоме. Тема у нас климат. Климат и его изменения. Напомню, что осенью прошлого года в Глазго состоялось 26-е освещение рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата с 31 октября по 12 ноября две недели. Представители 197 стран, участницы этой рамочной конвенции, обсуждали дальнейшие действия по борьбе с изменением климата, ту самую пресловутую климатическую нейтральность. Прошло определенное время. Хочется задаться вопросом, что сделано, что будет происходить, в том числе в Латвии, и уж коли в Великобритании взяла шефство над этим, что называется, КОП-26, то у нас в гостях Михаил Козлов, пресс-аташе посольства Великобритании в Латвии. Михаил, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о дальнейших действиях, каких-то, может быть, акциях, что будет происходить в Риге, в Латвии в ближайшее время под вашим патронажем и связанное с борьбой за экологию. Итак, во-первых, спасибо за этот разговор и за то, что вы до сих пор стаетесь заинтересованным медиа в климатических вопросах. Вы правильно заметили, что в ноябре прошлого года в Глаусго состоялось значимое событие, на котором почти 200 стран договаривались о том, как можно быстрее переходить к климат-нейтральности. Во-первых, мы очень рады, что к 2050 году количество стран, которые готовы стать климат-нейтральным, увеличилось чуть ли не до 100. То есть это примерно 97 сейчас стран, которые готовы перейти к полностью нейтральному образу жизни их экономик. То есть это такое значимое событие. К 2030 году многие страны решили ужесточить многие законодательные акты, уменьшить количество транспорта на двигателях внутреннего сгорания, улучшить поддержку именно зеленому бизнесу. То есть очень много инициатив было высказано и принято рядом стран, в том числе и Великобритании, в том числе и Латвии, на то, чтобы сделать их экономику более зеленой. Посольство Великобритании в Латвии, мы уже на протяжении нескольких лет держим флаг климатических борцов за климат, и если в прошлом году организовывали такую как онлайн-конференцию, на которой рассказывали, как сделать свою жизнь более зеленой, то в этом году, в марте, уже через неделю у нас состоятся два интересных мероприятия, оба онлайн. 2 марта это будет мероприятие, на котором эксперты, экологи из Латвии и Великобритании будут делиться опытом и рассказывать, как экономику делать более зеленой и что это значит для каждого жителя. 9 марта будет онлайн-лекция, это более такое молодежное мероприятие, в котором будет участвовать, кстати, от Латвии Наталья Книпша, это молодежный представитель в сфере экологии, она же и участвовала в Глазго на конференции, представляла молодежь Латвии, и вот на этой лекции молодежь сможет узнать вообще, что происходит в сфере климата, как они могут поучаствовать, повлиять на окружающую среду вокруг них. И в качестве таких широкими мазками можно сейчас уже перечислить, как можно влиять? Кроме того, пресловутое, меньше использовать пластмассу, например, одноразовые, какие-то такие вещи, реже ездить, видимо, на бензиновом автомобиле, бензиновым двигателем или дизельным. Я думаю, что все способы, они довольно-таки тривиальны, они вокруг нас, единственное, здесь важно задуматься и поменять немножко мышление. Сортировка мусора, она уже доступна, она где-то делается не совсем правильно, то есть, ну, очень часто люди говорят, что сортируешь, а все равно скидывают это все в один контейнер, да, когда машина приезжает. Но в то же время, если общество будет инициативным, если оно будет бороться за свои права, то маленькими шажками можно менять не только свою жизнь, но и жизнь окружающих тебя людей к более зеленому образу жизни. Ну, к примеру, в прошлом году, когда мы организовывали вот эту вот онлайн-конференцию, и там участвовала молодежь из Даугавпилса, ребята собрались и выяснили, что многие даже не знают, что они могут заказать контейнер, который будет специально и бесплатно предоставлен кооперативу жильцов для вывоза пластмассовых бутылок. Его будут бесплатно вывозить, если туда будут попадать только пластмассовые бутылки. Ну, очень маленькая инициатива, но она очень понятная, и она говорит, во-первых, о том, что пока что представление о зеленом образе жизни, оно не до конца осознанно жителями Латвии, и второе, что нужно больше об этом говорить. Ну, возможно, не хватает информации. Если все настолько просто, то действительно несложно донести пластмассовую бутылку до специальной урны. Так точно. Тем более, что сейчас в связи с ростом тарифов на вывоз мусора со всех сторон тоже звучит. Не забывайте о том, что сортировка приводит к более низким счетам. Вот если я говорю о Великобритании, я так понимаю, ведь эта страна пошла дальше, не только сортировка мусора уже давно, но я так понимаю, что это экологические виды транспорта и так далее. То есть, я так понимаю, что сортировка мусора – это самое простое, самое, наверное, дешевое для населения и самое начальное. Дальше уже будут следующие этапы, да? Так точно. Уже сейчас заехать в Лондон на дизельном двигателе – это, можно сказать, из какого-то такого нереального. Даже новые машины, потому что у нас, к сожалению, по-прежнему выпускается. Нет-нет, конечно, двигатели сейчас очень отличаются, но на старом дизельном двигателе ты уже в Лондон давно уже не заедешь. Если говорить еще раз о инициативах, в Великобритании есть очень такая интересная инициатива, когда работодатель оплачивает человеку покупку велосипеда, и есть ли тот готов отказаться от своей машины. То есть, есть специальная программа, на которую может претендовать работодатель, она спонсируется государством, и если человек готов ездить на велосипеде, она, мне кажется, до 80% оплачивает тебе покупку велосипеда. Ты можешь купить себе электробайк за 5000 евро, и 80% от этой цены тебе оплатит государство. Ну, тут так и хочется вздохнуть, сказать, ну, конечно, в благополучных материально странах здорово рассуждать об этом. Разумеется, я бы тоже отказался, если бы мне дали 5000 на электробайк. Я думаю, здесь любая инициатива, которая введена и уже используется в той же Великобритании, она подкреплена исследованием и фактами. То есть, здесь можно проследить экономическую пользу, которую получает государство от того, что человеку выдаются вот эти средства на покупку велосипеда. Во-первых, это здоровье. Человек, который постоянно использует велотранспорт, он реже обращается к врачам. Это даже были какие-то исследования, которые помогают поддержать этот факт. Во-вторых, он более эмоционально, позитивно настроен из-за того, что он всегда в тонусе. Тоже британские исследователи это доказали. В-третьих, те выхлопные газы, которые от неиспользования в автомашины, это можно все перевести в деньги, сколько Британия на этом экономит. И таким образом, вот, казалось бы, инициатива, там, раздачи средств на покупку велосипедов, она становится даже не спонсорством, а экономическим таким вот решением. Ну, экономические обоснования. — Я так понимаю, что следующий этап — это электромобили, да, так сказать, в Великобритании, по-моему, ТХ или как они называются, вот эти вот такие интересные. — Совершенно верно. И, кстати, очень хорошо, что вы заговорили о электромобилях. На этой неделе по улицам Риги будет курсировать черное такси на электродвигателе. — Ну, это британская. — Британская культовая Black Cap. Он будет ездить по улицам Риги и рекламировать наше мероприятие, которое пройдет на следующей неделе. К сожалению, наверное, его поймать на улице нельзя будет, но сфотографироваться обязательно. Базироваться она будет у посольства, то есть если кто-то захочет его лицезреть и посмотреть, то вот она около посольства будет стоять на улице Алунана. — А если в Атвии захотят закупить, это, наверное, возможно? — Конечно, конечно. Это дилерские центры предоставляют... — Но это же гибриды будут. — Да, это гибрид. Он 100 километров может проехать на полностью электричестве. Если еще использовать будет свой двигатель, довольно-таки маленький, там какой-то от Вольво стоит 110-киловаттный двигатель, то его дистанцию можно продлить до 500 километров. Но это очень экологический транспорт, на который сейчас даже переходят многие в Лондоне. — Это хорошо, что Вы сказали, потому что у многих сложилось такое ощущение, это, наверное, может быть, отдельная тема, что вот после Брексита, ну вот когда Великобритания ушла из Европейского Союза, многим показалось, что Великобритания вообще пошла своим курсом, и значит ничего из Европейского Союза или там совместно нету. Я имею в виду, вот зеленый курс как раз равно Великобритания сохранила, ведь это для экологии важно, да, от независимости от где она состоит, в Европейском Союзе или нет. — Совершенно верно. Ну и Британия, она даже при выходе из Европейского Союза напоминала, что мы хотим оставаться хорошими друзьями и партнерами, да. Вот это вот партнерство мы сейчас видим в сфере зеленой экономики, в сфере борьбы с нелегальным финансированием, так называемый illicit financing, в котором Британия сотрудничает со многими странами, в том числе и странами Балтии. То есть вот этих вот сфер коллаборации, их довольно-таки много, да, и где Латвия может чему-то научить британцев и во многом, где британцы могут какой-то преподать урок для нас, для Латвии. — В этой связи есть вопрос. Учитывая опыт Великобритании и особенно Лондона, Вы упомянули частичный запрет или ограничение на въезд на дизельных двигателях в центр города. Разговоры, которые начались, и можно назвать их планами или идеей или фантазией, точно так же, каким-то образом в обозримом будущем ограничить въезд для определенных видов транспорта и в центр исторической латвийской столицы. Ведутся ли какие-то разговоры, консультации между посольством и Иридической думой, учитывая желание одних и опыт других? — На данный момент именно вот эта инициатива, она не обговаривается. Ведутся переговоры с Министерством оригинального развития. Мы помогаем вместе с ними, делаем калькулятор выбросов углекислого газа. Ну, как посчитать, как твоя деятельность там влияет на экологию. Вот это мы работаем с Министерством. Сельской думой, да нет, пока что таких каких-то планов и разговоров не было. Но я думаю, ну, в любом случае посольство открыто к коллаборации. Если нужно будет привлечь экспертов из Великобритании, мы с радостью сможем это сделать. Вот. Но пока таких не было переговоров и планов. — Активности, упомянутые вами, ограничатся ли мартом или продолжатся в течение года? — Зеленый курс — это один из приоритетов посольства Великобритании в Латвии. Следовательно, вот эти вот мартовские события — это лишь часть тех мероприятий, которые мы будем организовывать до конца года. Пока точно не могу сказать о конкретном формате. Из-за ковида мы все-таки хотели бы переместиться из онлайн в оффлайн мероприятия. Хочется верить, что ограничения вскоре будут сняты, и тогда мы сможем поделиться дальнейшими планами. — Как и все мы живем и надеемся на снятие этих ограничений. И вот у нас уже вживую гости начинают появляться. — И я так понимаю, что в Великобритании тоже снимаются эти ограничения постепенно. — Да, 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 совершенно верно. Сейчас лететь в Великобританию стало намного проще. Не требуется этот вот day-to-test, когда ты на второй день должен был по прилету сдавать дополнительный тест. Это стоило денег, это было не так просто. — И в магазин опускаешь, называется. — Совершенно верно, да. — И это очень важно. У нас с первого марта тоже, да. — Да, копим деньги, покупаем билеты, летим, обмениваемся опытом, в том числе в плане экологии. Огромное спасибо, Михаил Козлов, представший посольства Великобритании в Латвии был нашим гостем. Хорошего дня. Удачи нам всем в борьбе посильной за лучшую экологию. — Спасибо. — Что же, утро на Болткоме заканчивается. Конечно же, продолжается работа Радио Болткома. Впереди добро пожаловаться. И Диагноз недели, и Дифферамп. В гостях будет Алексей Гранович, художественный руководитель Гоголь-центра. Ну и, конечно же, новостной портал MixNews.lv. 24 на 7 к вашим услугам. Хорошего дня. И помните, что погода сегодня, ну, так себе. Одеваемся, укутываемся и берем зонтики обязательно. Всего доброго. — Спасибо. — На одной волне с городом. Радио.